Пара тысяч ткацких станков, четыре смены, предприятие в круглосуточном режиме. Могилёвская визитная карточка, известная ткань Митап, висела практически на каждом советском окне. Да и сейчас закупаются в недорогие гостиницы. На комбинате хвалится, за 32 года этой материи выпустили столько, что хватило бы обернуть земной шар в три слоя. Каждый станок за смену до 80 метров ткани. На предприятии освоено практически все виды ткачества. От простейшей подкладки до узоров. Высший пилотаж в текстиле. На заказ любой каприз, вплоть до золотой парчи с инициалами клиента. Текстиль хай-фай, козырь в игре против инодемных коллег. Есть проблемы и с Юго-Восточной Азией, и с Турцией, есть проблемы с Пакистаном. Но всё равно мы ближе, нам более понятен менталитет друг друга. Мы более мобильны. Мобильность приобретения нового времени. Ежегодно комбинат изменяет свой ассортимент почти на треть. Могли бы и на все сто. Было бы желание рынка. Держать нос по ветру перемен прописано в стратегии предприятия. Плюс особая изобретательность в конкурентной борьбе. Бороться с китайцами с помощью самих китайцев такое могли придумать только в Белоруссии. Некоторые части моделёвских тканей выпускают на оборудование made in China. А вообще здесь полный интернационал. Вот эта машина из Чехословакии, чуть подальше с Голландии, это итальянская. Пожалуйста, ткань для российской милиции. В России особый клиент. Заключены контракты с МВД, Министерством обороны, нефтяными компаниями и Газпромом. Скоро форму из могилёвской ткани наденут и приводники поездов. А ещё надо сказать, что на многих российских столах лежат белорусские скатерти, а на окнах висят белорусские шторы. И всё же бывший гигант советской текстильной промышленности работает не на полную мощность. Китай занял нишу дешёвого текстиля низких технологий, а это почти 80% рынка. На комбинате уже готовы к временам, когда очарование дешевизной у потенциальных клиентов пройдёт. Мы не стоим на том, что вот именно сейчас нужно и над этим работаем. Мы работаем всё время на перспективу. То есть, скажем, это не востребовано сейчас, будет востребовано через 2, 3, 4, 5 и даже 10 лет. Вся надежда на Минск. На государственном предприятии ждут, когда государство оценит вклад в лёгкой промышленности. Нужна целая стратегия, как, например, в Индии или Китае, где доля лёгкой промышленности в ВВП выше 10%, против 4% в Белоруссии. Иначе всё будет, как в России. У Легпрома почётный 1%. Светлана Жаплова, Тарас Ринза, Белоруссия, РБК. Поездом, автобусом, пешком. В программе посещения Белоруссии одна область, три города и около двух десятков предприятий и просто знаковых мест. Пешие прогулки не в чести, скорость ознакомления падает до неприличия. Для экономии времени обзорные экскурсии. Лектор, либо специалист по истории, либо идеологический работник. Как правило, одно и то же лицо. Ознакомительная поездка по Белоруссии уже традиция. Небольшие группы журналистов вглубь страны на 2-3 дня. В этот раз особое везение, сюрприз программы. Шкловщина, родина первого президента Белоруссии. Тут родился, там учился, отсюда воду носил. Рассказ о маленьком Саше, который стал большим. Портретное присутствие президента в каждом кабинете не просто дань стандартам. В республике особая экономическая модель с сохранением решающей роли государства. Белорусская вертикаль власти – самая вертикальная в мире. У нас единая команда. Начиная от президента и заканчивая чиновником последним. У нас в республике около 50 тысяч чиновников. И все работают в тесной, дружной семье. Достижение белорусской экономики в российские массы. Президент дал задание товарооборот с Россией увеличить на 20% по сравнению с прошлым годом. Задача трудная. Из-за изменения правил взимания НДС экспортеры обоих государств частично переориентировали потоки в другие страны СНГ. Беды пока нет. Есть опасность потерять традиционные российские рынки. Каждая делегация из России проходит подобную выставку белорусских достижений и встречу с руководящими работниками. Недостатком является где-то отсутствие информации о наших товарах на рынках России, ближнего зарубежья и дальнего. Вот наша, кстати, выставка и призвана закрыть вот эту нишу. Нам необходимо серьезное общение и серьезная, ну что ли, информация о нашем регионе для других регионов России. Нам необходимы инвестиции. Информация или инвестиции, что более нужно. Большая часть предприятий Белоруссии реинвестирует в производство собственную прибыль. На пути серьезных внешних вливаний – настоящее народное хозяйство. Средства под масштабные инвестпроекты ищут, как правило, в самой Белоруссии. Благо, почти все крупные предприятия имеют государственный статус и личную гарантию президента под кредиты. Сейчас прорабатывается вопрос также крупного инвестиционного проекта по производству сверхкрупногабаритных радиальных цельнометаллокордных шин. Этот инвестиционный проект по бизнес-плану составляет порядка 47 миллионов евро. Это чисто белорусские деньги будут. В Белоруссии зарегистрировано чуть более 500 предприятий с российским капиталом, с американским и польским – более тысячи. Общий вклад этих компаний в экономику – 10%. Некоторые эксперты подсчитали – потребность республики в инвестициях до 2010 года оценивается в 35 миллиардов долларов. А потому поездом, автобусом, пешком. Скорость передачи данных оправдана. Потребительские способности большой соседки Белоруссии нужны как никогда. Если не прямой вклад в Россию в экономике страны, так хотя бы опосредованный. В республике много хороших товаров. Просто в ближнем зарубежье не все об этом знают. Светлана Жаплова, Тарас Рынзе, Белоруссия, РБК. Поездом, автобусом, пешком. В программе посещения Белоруссии – одна область, три города и около двух десятков предприятий и просто знаковых мест. Пешие прогулки не в чести, скорость ознакомления падает до неприличия. Для экономии времени – обзорные экскурсии. Лектор – либо специалист по истории, либо идеологический работник. Как правило, одно и то же лицо. Экскурсоводы меняются, смысл, докладов нет. Экономический рост, благосостояние населения – отдельные недостатки. А все вместе – создание положительного имиджа государства. Скорость формирования впечатления ошеломляет. Подобные поездки по Белоруссии – уже традиция. Небольшие группы журналистов забрасывают вглубь страны на 2-3 дня. Главная цель таких туров – передача в Россию ценных сведений о республике в центре Европы. Нам необходимо серьезное общение и серьезная информация о нашем регионе для других регионов России. Нам необходимы инвестиции. Информация или инвестиции, что более нужно. Большая часть предприятий Белоруссии реинвестирует в производство собственную прибыль и кредиты банков. На пути серьезных внешних вливаний – настоящее народное хозяйство. Что касается вопроса по поводу заинтересованности в российских инвестициях, да, мы в этом заинтересованы. Но в первую очередь это вопрос стоит о форме собственности, которую коллектив завода не намерен пока изменять. Вкладывайтесь опосредованно. В республике много хороших товаров. Просто в России не все об этом знают. А потому поездом, автобусом, пешком. Скорость передачи данных оправдана. Потребительские способности большой соседки Белоруссии нужны как никогда. Ведь угрозы экономических санкций со стороны Евросоюза – это возможная утрата почти половины экспортных поступлений. Светлана Жаплова, Тарас Рынце, Белоруссия, РБК.